По сценарию учения МРСК Сибири шторм разрушил электросети в пяти районах. Условно без электроэнергии остались около 70 тысяч жителей и больше 40 промышленных и социально значимых объектов. Для ликвидации последствий созван оперативный штаб. Налажено взаимодействие со службами ЕДДС, правительством Хакасии и местными органами власти. Началась работа в усиленном режиме. По легенде учений при температуре минус 30 градусов и шквалистом ветре рухнула электроопора возле села Кызлас. Повреждена линия Кызлас-Югачи. Без электричества остались жители нескольких населенных пунктов. Задача энергетиков в кратчайшие сроки установить новую электроопору и восстановить энергоснабжение. Бригады монтируют быстро возводимую металлическую опору из аварийного запаса филиала. Конструкция сборная, поэтому ее можно быстро доставить на спецтранспорте. В любую часть республики. Руководит бригадой опытный энергетик Александр Черных. Мете условия, наверное, самое сложное. Инструмент приспособления у нас все и есть. Навыки мы отрабатываем на таких тренировках, учениях. Через три с половиной часа готовая опора возвышалась над Кызласом. Но это только часть учений. Подобные работы были развернуты еще на пяти площадках. Более 120 человек, 19 аварийных бригад весь день учились давать отпор стихии. В этом году зафиксировано увеличение случаев превышения, скажем так, ветровых нагрузок, увеличение случаев каких-то стихийных воздействий, в том числе и на энергосетевые объекты. Чтобы минимизировать время отключения потребителей при возможных стихийных каких-то повреждениях, значит, организованы данные учения. В учениях были задействованы Хакасское предприятие магистральных электросетей, Красноярск Энерго, Абаканские электросети, МРЭС и подрядчики. В итоге к полудню условно подключили почти половину пострадавших потребителей. А в девятом часу вечера энергосистема Хакасии была полностью восстановлена. Подобные тренировки организованы в девяти регионах Сибири. Проведены уже учения в Косбасе, в Кемерово, в Чите. Сегодня проводится в Бурятии и в том числе в Хакасии. Сработали слаженно. Опять же, нужно отметить, что у нас погода максимально приближенная. Ребята молодцы. Профессиональную работу энергетиков отметили контролеры учений, которые уверены, при такой слаженности и взаимовыручке зимние масштабные энергоаварии Хакасии не страшны. Ольга Барловская, Дмитрий Щеглов, РТС.